Саша, ну вот хотела бы тебя узнать, а есть ли какие-то таланты, которыми ты замечательно владеешь, обладаешь, и, не знаю, может быть, после работы ты приходишь домой, или что-нибудь выпиливаешь, лепишь, или еще что-то делаешь, творишь, так сказать? Я предпочитаю, но я считаю, что мой главный талант – это крепко спать в последнее время, очень помогает в жизни. Ну, давай узнаем, относится ли это к талантам, и можно ли с этим выиграть на новом шоу-проекте, который запускается у нас на телерадиокомпании «Крым». Да, я предлагаю узнать это у продюсера, у руководителя проекта детский шоу-конкурс «Таланты». Ты, да, действительно. Этот конкурс сегодня запускает кастинги, и поэтому абсолютно каждый ребенок, пока что еще, может принять участие и заявить о себе, заявить о своих каких-то суперспособностях. Но о том, какие суперспособности все-таки ожидается увидеть, я думаю, нам как раз таки Вильдан и расскажет. Доброе утро, Вильдан. Доброе утро, коллега. Привет, ребят, привет, друзья. Супер, не суперспособности, хотя для каждого родителя их ребенок это супер, это сверх, это вне что-то выходящее за рамки, но все-таки, так или иначе, у нас есть три конкретные категории – вокал, хореография и оригинальный жанр. И то оригинальный жанр мы решили ограничить за исключением фаера, всего, что может быть опасно в первую очередь для ребенка, и исключили дрессуру, потому как работа с животными также может быть довольно специфическая. Вот эти моменты убрали. Так, хорошо, что-то там осталось? Да-да, жонглирование, танцы на одной руке, при этом играть на балал, да все, что угодно, все, что ребенку вздумается, или все, что он умеет и может показать, пускай показывает. А сколько ожидается большой конкурс? Есть какие-то предварительные данные? Я искренне надеюсь, что будет много заявок. Почему? Потому что так же, как и ты, Саша, когда мы бывали с концертами на разных регионах, даже отдаленных от столицы, мы видели, насколько бывают талантливые дети. И именно вот это и есть главная цель, первая причина, почему руководство телеканала захотело организовать этот конкурс, для того, чтобы раскрыть те таланты наших ребят, которые, возможно, не всегда могут пробиться даже банально в столицу Симферополя. А так они смогут показать это всему региону. Хорошо, а кто их будет судить? Кто в итоге будет выносить какой-то вердикт? И что их ожидает по окончанию этого проекта? Членов жюри будет четыре. Три постоянных и один гостевой, который будет периодически приходить и меняться. То есть это будет сюрприз. Мечта моя, неси меня на крыльях сильных и надежных, как ангел, пусть со мной всегда, ведь без тебя мне невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Кастинг на первый в Крыму шоу-конкурс для детей от 7 до 14 лет. Хореография, вокал и оригинальный жанр. 9 сентября – Симферополь. 11 сентября – Феодосия. 13 сентября – Евпатория. Раскрой свои таланты. Я напомню, у нас сегодня в гостях Вильдан Милушев, продюсер, руководитель проекта детского шоу-конкурса «Таланты». Именно о нем и говорим, потому что сегодня начинаются кастинги. Да, с первого числа мы запустили вторую волну нашего промо. Это специальные еще одни промо-ролики, в которых указаны конкретные уже даты. Место – 9, 11, 13 сентября. Три города – Симферополь, Феодосия, Евпатория. Обязательно переходите, друзья, на сайт. Прошу вас, переходите на сайт. Как называется сайт? Телекраме.ру – наш официальный. Первый крымский телеканал. Да, первый крымский телеканал. Там на главной странице большой красивый баннер. Клик на этот баннер, и вы переходите сразу же уже на страницу для заполнения заявки. Заявка заполняется очень легко и просто. Фамилиями отчества, возраст, город, в котором хотите пройти кастинг. И небольшое минутное видео, видео до минуты, где вы показываете, что вы хотите нам продемонстрировать на суд жюри. Ридан, вот мы сейчас общались с Алией, она говорит, я очень хочу поучаствовать, не знаю, возьмут меня по возрасту. К сожалению, нет. На грани 14 тебе уже 15, поэтому, скорее всего, нет. Но чуть-чуть позже будет что-нибудь и для взрослых. Вот так я скажу. Что-то для взрослых мы тоже готовим. Буду готовить, тогда у меня есть время. Номер уже можно готовить, уже можно тренироваться. Хорошо. Три города, друзья, у нас будет. Это будут предкастинги сейчас. Будут выходить, помимо того, что примерно с середины осени, будет выходить это все уже в эфир, у нас будет еженедельно выходить пара дневников. Дневник этого конкурса, к которому будем показывать подготовку. Это будет сниматься за кулиси, да, что происходит там, где дети не бывают. Каждый член жюри выдает своих наставников, тренеров, которые будут тренировать свою команду, своего направления и так далее. То есть будут команды, будут тренера. Ну, будут помощники жюри, потому что жюри по направлению каждому всего лишь один, а детей будет, я надеюсь, огромное множество. Им нужна будет помощь. Но, опять же, у каждого из членов жюри есть своя школа, как я уже говорил, педагогическая, в которой она здесь занимается. Поэтому им будет это делать просто. В этих дневниках мы будем показывать красивые панорамные планы Ялты, многокамерная съемка с краном на набережной, на всевозможных других локациях. Это все будет в дневниках, поэтому не только шоу выходного дня можно будет смотреть выпуски, но еще и дожидаться его будет интересно, потому что будет что посмотреть. Ну, я так понимаю, что заявки подадут огромное количество людей. А вот сколько в итоге пройдет? Пройдет. Чем все закончится, самое главное? Пройдет порядка полусотни ребят на съемочные кастинги. Мы ожидаем, что сможем отобрать, что сердце не будет слишком кровоточить и йогать при моменте того, да или нет, да или нет. Да будет, будет. Спасибо, утешила. Да, сюрпризы на финал уже несколько подготовили. Я не буду их раскрывать. Давайте не будем раскрывать сюрпризы, что будет в финале. Это будет тайна маленькая, давайте. Не стремиться ребятам, которые поучаствуют. Ребята, в первую очередь, стремятся раскрыть свой талант. Раскрыть свои таланты. А все остальное они уже узнают в процессе работы, в процессе, как минимум, предкастингов. Я уверен, что родители, которые хотят, чтобы их чадо показало свой талант, не гонятся за каким-то эфемерным призом денежным или каким-то другим. Оно гонится за тем, чтобы его ребенок нашел реализацию. Я надеюсь, как бы с этой целью все и придут к нам. Абсолютно верно. Я думаю, что для этого, собственно, и создано это шоу. Все верно. Ребят, не забывайте, номера телефонов есть. Переходите на главный сайт нашего телеканала. Там есть большой баннер. Смотрите телефоны для справок. Кликайте на этот баннер. Переходите на страницу заявки, анкеты. Заполняйте, отправляйте, узнавайте. Кастинга у нас будет всего лишь три. Только три. Мы будем начинать кастинг ранним утром с 8 утра. Но так как это будние дни, я думаю, что большая часть наплыва будет во второй половине дня. Поэтому, если вы придете в первую половину дня, это будет вашим плюсом. Вы как раз на самое начало. Пока редакторы будут свеженькие, вы сможете поймать как раз-таки ту войну. И, возможно, именно вы будете у нас в финале. Вильдан, я вот все-таки не поняла. Значит, надо приходить или достаточно отправить свою видеовизитку? Видеовизитка – это всего лишь для того, чтобы мы увидели, что у нас есть такая заявка. У нас все предкастинги проходят вживую. Человек приходит, показывает свой талант, и там уже мы ему говорим да или нет. Как узнать адреса тогда? Куда приходить? Адреса все есть на сайте, естественно. Да, да, да. В Симферополе мы будем это проводить. Ну, в общем, все есть на сайте, все афиши. Вы сейчас явно будете смотреть и видеть эти ролики огромное количество раз в день. И услышите об этом и по радио, и везде, и везде, и везде. Вильдан, осталось буквально 30 секунд. Хочу хотя бы уточнить. То есть, если я, например, не подам заявку, то меня не примут на кастинге? Да, лучше обязательно. Мы там везде указываем. Обязательно подавайте заявку на сайте. Нам будет так проще. Мне кажется, все предельно ясно. А если вдруг какие-то вопросы остались, как уже сказали, заходите на сайт Первого Крымского. И есть номера телефонов. Да, там же есть номера телефонов. Напомню, у нас сегодня в гостях Вильдан Милышев, продюсер, руководитель проекта детского шоу-конкурса «Таланты». Есть, да. Двигаемся дальше. Новости интернета. Прямо сейчас.